Я продолжаю гулять по полям, тут мы с пшеницы, точнее с скоса пшеницы, да, с пустого поля перешли на подсолнуховые поля. Тут у нас дальше все равно ходится. И хотелось бы показать, вот, очень красиво видно, как впереди меня идет собака. Сбежал. Переди меня идет пес, и вот я иду сзади, вон он появился. Я иду сзади с телефоном, он с трекером, и вот красиво видно, вот, ровно прямая полоса, как он идет. Время, конечно, в приложении стоит неправильно, это почти у всех. Я не знаю, с чего это связано, скорее всего, показано то ли китайское время, то ли просто какой-то заданный часовой пояс. Как его менять я не нашел, поэтому в приложении я его изменить, к сожалению, не смог. Да, если честно, не сильно-то и разбирался. Тут можно переключить на просто геокарту такой, геолокации, да. Видно хреново, поскольку тут поля. Так видно лучше, то есть по такой карте можно легко ориентироваться, ориентироваться по местности, по северу, если его крутить. Тут можно ориентироваться, видеть деревья, дороги и так далее. То есть спутник реально решает. Пес идет впереди. Она что-то подвисла. Сейчас развиснется и опять обновится. Вот такая вот простая игрушка. Вот она обновилась. Такая вот простая игрушка. Управляется, настраивается четырьмя смс-ками, управляется двумя смс-ками. Плюс-минус бывает отправишь там перезагрузку, либо сон, либо частоту обновлений. Ну, обычно это все делается один-два раза. Все остальное время ты им просто пользуешься. А даже если у тебя пес рядом, например, ты поехал на охоту, у тебя пес рядом, тебе не надо знать, где он, он все время рядом. Ты просто перевел устройство в режим сна, и оно у тебя не разряжается. И ты не беспокоишься о том, что когда собака пропадет, когда он уйдет куда-то за зверем, либо просто далеко свалит, то ты не беспокоишься о том, что его не будет, что устройство будет разряжено. Ты просто отправляешь смс, он просыпается и показывает, где собака находится. Это офигенно удобно, это очень практично, и, ну, лучше, по-моему, не придумать. Часто говорят, было бы неплохо кнопка, но, во-первых, кнопка это слабое место, во-вторых, кнопку бывает забываешь нажать. Ну, бывают случаи. Вот выпустил собаку, одел ошейник, и он пошел работать, а кнопку ты не нажал. Либо, чтобы он не разряжался, ты кнопку не нажал, то есть он у тебя выключен, собака пропал, а он с трекером. Трекер стоит денег, собака стоит денег, ты стоишь, ни хрена не знаю, что делать. Тоже неудобно, то есть тоже непрактично. Тут все элементарно. Позвонил, увидел, где собака, и он дальше выключен, он дальше спит. При этом собака спокойно может гулять, пес спокойно может носиться. Вот, ты сел в машину, поехал, забрал. Ну, тебе больше ничего не надо. То есть трекер так и используется для нахождения собаки. Для охоты с ним не во всех местах, но помогает. А вот именно найти, ну, еще ни разу не было случаев, чтобы человек с трекером не смог найти собаку. Даже были случаи, когда собака теряла трекер. То есть, например, ТК-Стар 909, 911. В принципе, все трекеры идут с ошейниками на обычной пластиковой застежке. Зацепилась, сорвала ее, трекер упал. Еще ни разу не было случая, чтобы человек даже так не нашел. Хотя такое очень часто случается, потому что я всем советую, одевайте трекера на нормальные ошейники. Часто люди одевают его на их родной ошейник. И очень часто бывает, что собака зацепилась, сорвала, либо скинула, пришел, нашел где трекер по координатам. Еще ни разу не слышал, чтобы кто-то его не нашел. Очень удобно, очень практично. То есть, ты его никак не потеряешь. Если у тебя его даже снимут собаки, даже если у тебя поменяют в нем сим-карту, даже если его увезут в другую страну по ID трекера, ты его всегда найдешь. Потому что у тебя ID сохраняется, у тебя ID сохранено в телефоне, и оно никак не меняется. Даже если ты не будешь знать, какой номер в трекере, ты будешь знать, где он находится. Потому что украсть его фактически невозможно. Потому что для того, чтобы сменить ID, у тебя ничего не получится. Он прошит. Как-то так. Удобная штука, практичная. Ну, мне, например, нравится. Я знаю десятки людей, которые ими пользуются, которым оно нравится. Я знаю людей, которым оно не понравилось. Ну, там обычно либо ума не хватает инструкцию прочитать, либо две смс-ки отправить. Редкие случаи бывают, когда просто нет покрытия сети. Вот человек его взял, поехал, но нигде нет покрытия сети. Тут, пожалуйста, жалуйтесь операторам. Звоните, говорите операторам, что вы хотите, чтобы там ставили вышки. Тогда оно у вас будет работать везде. Потому что изначально эта игрушка сделана для города. Она сделана для того, чтобы найти там, не знаю, машину, либо человека в городе. Мы ее приспособили под собаку. Мы на ней поставили антенны, мобильные антенны, спутниковые, аккумуляторы, резисторы, корпуса. Все как можно лучше, чтобы оно работало гораздо лучше, чем оно есть в исходном варианте. Если получится сделать что-то лучше, мы обязательно это сделаем, то есть исправим. Пока, на данный момент, это лучшее, что можно было сделать. Ну, с Хантером или Гармином я сравнивать не буду, потому что у всего свои проблемы. А Гарминов на ремонт присылают, поверьте, не меньше, чем всего остального. Поэтому тут сравнительный анализ, это будет в другой раз. Сейчас наша цель была посмотреть, как он работает. Он работает вот так. Он работает хорошо. Если вы сомневаетесь, но хотите попробовать трекер, по Украине я вам могу бесплатно выслать трекер, даже вот этот. И сами оденьте, сами походите, сами попробуйте. Ну, честно, мне не жалко. Потому что я в нем уверен, и я знаю, что оно работает. Если вы там где-то слышали, где-то прочитали, ну, честно, сперва убедитесь. Сперва узнайте подлинную информацию, сперва узнайте, так ли на самом деле, как их поливают грязью. И как эти люди пытаются ими пользоваться, либо пытались, либо что они там делали. А потом посмотрите правде в глаза. Ну, это так, чисто из личного опыта. Всем спасибо, извините за такое долгое видео. Я еще с ним немного прогуляюсь, и тут будет сейчас еще немножко продолжение с маршрута. Поскольку, ну, раз уж мы тут, почему бы им не пользоваться по максимуму, правильно? Всем спасибо. Собака! Собака! Снэч! Ты где, паразит? А, бежит! А, бежит! А, бежит! А, бежит! А, бежит! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...